Стали 60, а остались 60, а остались 60, а вот так. Она производит продукцию с большей добавленной стоимостью, с большей рентабельностью. И, кстати, это просто символичен тем, что рентабельность поднялась на 1,9% в любом случае. Значит, получается, что они за счет этого уже начинают немножко восполнять свой капитал. Но такие огромные потери можно восполнить за счет кредитов. И мы очень радуемся тому, что уже ставка финансирована уже 16%, слава богу, не 25%. Что ставка по кредиту, вот средняя подвели, вот за январь месяц нам получилось 19, по-моему, и 0,6%. Представитель Национального банка говорил об этом. Но это все равно очень большая ставка, 20%, понимаете, это очень много. Если бы она была там ближе к 10%, да, это о чем-то говорит. Хотя наши коллеги на Западе, на Востоке, когда-то не под 10% берут кредиты, вы понимаете. Поэтому, конечно, сейчас наверняка обсуждались, я знаю, что обсуждались вопросы, как дальше двигаться, как ускориться нашей банковской системе, чтобы ставка была приемлемой. Обсуждаются вопросы, я думаю, это будет предметом обсуждений на совещании президента и так далее, который будет по итогам прошлого года и итогов уже 1 января месяца, по стимулированию экспорта в стране. Потому что мы страна Белоруссия с открытой экономикой, мы должны уметь 70% и более того продать на экспорт, да. Мы должны быть конкурентоспособны по всем параметрам, по надежности, по качеству, по техническим параметрам, мы должны быть конкурентны по цене. И цена пока остается у нас главным козыром, да, то есть более низкая цена. Летно должны быть ресурсы чуть дешевле. Ну а ресурсы, я сказал, пока торговаты. Значит, должна быть определенная система поддержки государства, нравится, кому-то не нравится, готирование определенное, значит, экспортных поставок. У нас такая система разработана.